Представляю вам 10-ти раундовый бой с анакантным титул WB Asia в супер малолёгком весе до 59 килограмм. Встречайте в синем углу ринга бойца из города Сепу, Филиппины, Джимми Пайпа! Ну что ж, дорогие друзья, у нас следующий титульный бой программы Шавка Трахимов против Джимми Пайпа. Джимми Пайпа, в принципе, фамилия склоняется. Филиппинский боец, 19 побед, 3 поражения, 1 ничья, 7 побед нокаутом. Джимми Пайпа, 24 года, рост 165 сантиметров, профессионал с 2009 года, с августа 2009 года, левша, кстати. И свой предыдущий поединок он провёл в ноябре прошлого года, победив нокаутом в третьем раунде. У Джимми Пайпа, кстати говоря, в карьере есть такая серьёзная победа. Он раздельным решением судей одолел Бернаде Концепсиона, в прошлом очень известного филиппинского бойца. Шавката Трахимова по прозвищу Котта. Шавкат Трахимова по прозвищу Котта. 23-22 года Шавкату, рост 174 сантиметра, представляет город Екатеринбург, профессионал с декабря 2015 года. И на его счету 9 боёв, 7 из них он выиграл досрочно, все 9 боёв победные. Шавкат является чемпионом WBO Youth Intercontinental, чемпионом WBC Евразия Pacific Boxing Council. И вот теперь бой за звание чемпиона WBA Asia East в первом лёгком весе весовой категории до 59 килограммов. Мы видим пояса Шавката Трахимова, с которыми он движется в ринг. Для Шавката это уже второй бой за год. Свой предыдущий поединок он провёл в феврале 18-го числа. Бился в Челябинске с филиппинцем Рахилевым Джуном Далегисом. И техническим нокаутом в пятом раунде выиграл. Завоевав как раз таки вакантный пояс WBC Евразия Pacific Boxing Council. Можно сказать, что благодаря матчмейкерам Шавката Трахимова является специалистом по филиппинцам. Уже четвёртый соперник из Филиппин у Шавката Трахимова. Дамы и господа, представляю вам судейскую бригаду поединка. Боковые судьи. Игорь Тамадаев. Ираклий Малозония. Дмитрий Болдарев. Супервайзер WBA Сергей Хурсанов. Представляю вам соперников. В синем углу боец из города Себу, Филиппины. Ему 24 года. Рост 165 сантиметров. Профессиональный рекорд 23 боя. 19 побед 7 нокаутом. 3 поражения от наличия. Чемпион WBA Oriental 2016 года. Чемпион! Чемпион! Его соперник в красном углу ринга. Боец из города Екатеринбург, Россия. Ему 22 года. Рост 174 сантиметра. Профессиональный рекорд. 9 боёв. 9 побед 7 нокаутом. Незнающий поражений чемпион WBA International среди молодёжи. Чемпион WBA International среди молодёжи. Чемпион WBA International среди молодёжи. Шоткарт Кота Рахимов. Рахимов! Благодаря президента Екатеринбург. Прошедение В бригге семён Астафиев. 5 побед. Окей. Друзья, давайте поддержим мой слой! Окей? 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 Бокс! Первый раунд! Итак, Шавкат Рахимов, Джимми Пайпа. Первый раунд. Легко боксеров различать. Черные трусы, черные перчатки и татуировка, из-за которой Шавкат получил прозвище Котта. Это Шавкат. И в белых трусах, в белых таких, я бы сказал, гольфах, да, Джимми Пайпа. Оба бойца являются левшами. Да, у боксера левши. И это достаточно серьезная проблема для обоих бойцов, как правило. Шавкат боец достаточно дисциплинированный, думающий и умеющий менять ситуацию в ринге. Филиппинец такой резкий, подвижный. Не особо нокаутер, если брать статистику, но тем не менее ударить может. Свой предыдущий бой как раз-таки выиграл нокаутом. И, кстати говоря, для него выезд за пределы Родины – это не что-то диковинное. Выступал, кроме Филиппин, Джимми Пайпа также в Японии. Как опасно сейчас шел вперед Джимми Пайпа. Но ушел, ушел Шавкат Рахимов на ногах. Спокойно, 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 спокойно. Все, Джеб, все на джебе. Сбивай, не давай готовимся, не давай. Выбрасывает Джеб Шавкат Рахимов. Здесь подошел. Попадание от Шавката. И хорошая двойка в корпус от Шавката Рахимова. И вот сейчас хорошо ушел корпусом вот этих размашистых ударов. Шавкат Рахимов. Хороший джеб. И тут же очень такой точный левый прямой от Шавката. Хороший удар по туловищу, а Шавкат наносит навстречу. И опять хорошо уходит от атаки Джимми Пайпа. Джимми Пайпы. Хорошая серия. Там больше по площадям, но чисто психологически хорошая серия для Шавката. Хорошо по корпусу попадает слева Рахимов. А как опасный какой трюк просвистел от Джимми Пайпа. Неплохо встречает Пайпа Рахимова здесь. Первый раунд позади. А дальше, я думаю, будет еще лучше. А дальше, я думаю, будет еще лучше. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Сад солдат ближний, над преимуществом на рамках, Но днем, ребята, на франте говорим. Второй раунд. Итак, у нас второй раунд. Джимми Пайпа, Филиппины, Шавкат, Рахимов, Россия. Идет вперед за блоком Джимми Пайпа. И вы смотрите, так отгоняет его канатом Шавкат, Рахимов. Двое лешей в ринге. Первый легкий вес. Бой за титул WBA, Азия-Ист. Вот сейчас попадает справа Джимми Пайпа. И еще раз. Опа! Нокдаун. Рефери открывает счет. Шавкат Рахимов за свою карьеру оказывается в нокдауне второй раз. Первый раз такое случилось в поединке с Миржаном Жексылыковым. В феврале прошлого года. Две минуты еще до конца второго раунда. Включают ноги Рахимов. Все правильно. Для Пайпы шанс. Жестко вкладывается Джимми Пайпа. Прекрасно понимая, что другого такого шанса может и не быть. Второй раунд. Вот опять жесткий левый. И уходит от правого крюка Шавкат Рахимов. Ну что ты, ближай-то не сделает это. Вот сейчас провалил, кстати, Рахимов Пайпу. И мог бы... Нужно пользоваться ситуацией. Так подзастыл Филиппинес. Жетко работает по корпусу Пайпа. Хорошая атака была сейчас от Шавката Рахимова. Похоже, восстановился Шавкат после нокдауна. Дает подойти Филиппинцу и взрывается серия Шавката Рахимова. И отверхот достиг от него цели, и потом боковой. Но здесь после атаки очень важно вернуть на место руку. Потому что филиппинец может вонзить в микропаузе между ударами. Совершенно верно. Николай Попов подсказывает. Хорошие атаки от Шавката Рахимова. Концовка за Шавкатом. Дает Шавкат подойти сопернику. Уходит от правого бокового. Отвечает сам, переводит на корпус. Окончательно пришел в себя Шавкат Рахимов. Хорошая серия и добавить. Добавить. Но нужно помнить, что филиппинец очень опасен. Хороший первый раунд. Просто шикарный. Да. Нам опять показывают Игоря Алтушкина и Евгения Куйвышева. Два раунда у нас позади. И очень много событий уже произошло в этом поединке. Да, хороший второй раунд. Прошу прощения. Я тебе сказал, не давать ему сближаться. Ты должен пробивать комбинацию и уходить не надо. Все жуткие удары бить. Ты меня слышишь, блядь, или не понимаешь вообще, блядь? Я слышу. Все, я понял. А что ты понял-то, блядь? Что ты на все встав схватил, блядь? Да. Да. Его нужно переиграть, но он целый год. Третий раунд. Ну что ж, третий раунд. Поединок очень драматичный, очень зрелищный. В конце, точнее в начале второго раунда побывал в нокдауне Шавкат Рахимов. Удалась атака филиппинскому боксеру точная. Но затем в концовке Шавкат пришел в себя и, в общем-то... И забрал даже концовку. Да, но раунд проиграл 10-8. Это факт, что называется медицинский. Вот смотрите сейчас, как хорошо работает сериями Шавкат Рахимов. Не дает подойти филиппинцу. Филиппинец за блоком прячется. И он рассчитывает на силовые, мощные удары. Он не будет работать серийно. Хорошая атака от Шавката. Я бы сказал, контратака. Да, два-три раза он провалил и тут же нанес. Но опасно снова бьет филиппинский боец. Но сегодня хорошие бои, я думаю, что... Матчмейкеры могут собой гордиться. Ой, как опасно попадает сейчас. Вот так, да, он. Вот так вот заигрался Шавкат Рахимов. И есть еще время у филиппинца, чтобы... Чуть-чуть меньше двух минут остается до конца. Завершить бой досрочно. Да, поклинчевать. Это нормально в такой ситуации для Шавката. Да, нужно время для того, чтобы немножко прийти в себя сейчас. Филиппинец будет рассчитывать на вот эти мощные удары. Он не будет работать серийно. Он дважды уже отправлял Шавката на настил. И, естественно, он будет работать на мощные силовые удары. Ему главное подойти на свою дистанцию, на удобную. Ох, как мощно всаживает здесь филиппинский боксер. Вот сейчас взрывается филиппинец. Тут Джимми Пайпа подходит на свою дистанцию и бьет. Шавкату нужно держать соперника на джебе. И работать на ногах. Смещаться больше, наверное, все-таки нужно Шавкату. И здесь бы хорошо под локоть засадить Шавкату Рахимову удар после этой серии. Очень длинно бросает боковые крюки. Вот сейчас хорошо двойка по корпусу. Опасные, опасные крюки у Пайпы. Опасные, поэтому, возможно, не стоит так рано стартовать с такими многоударными комбинациями. Нельзя застаиваться после атаки. Бить и уходить. Вот сейчас чуть-чуть, так показалось, переключил Шавкат Пайпу, но... Больше здесь надо боксировать именно Шавкату. И не стоять у канатов. Все свои оба раза, когда Шавкат оказался в нокдауне, это было в районе канатов как раз. Отличный раунд. И снова в пользу филиппинского боксера. Дважды за поединок уже оказался в нокдаунах Шавкат Рахимов. Здесь очень важно прийти в себя, восстановиться. Безусловно, для Шавката. Ну, а у филиппинца есть хорошие шансы. В принципе, вот этими крюками он пристрелялся. Ждем продолжения поединка, дорогие друзья. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. У нас четвертый раунд. Очень драматичный бой. Шавкат Рахимов против Джимми Пайпе дважды. Удар ниже пояса. Дважды оказывался Шавкат уже в нокдаунах во втором раунде и в третьем. Но пришел в себя. Пришел в себя и нужно переламывать ход поединка. И Пайпа будет ждать как раз того момента, когда он сможет засадить свой опасный и жесткий крюк. Хотя казалось бы, да, если брать по службому список, 19 побед, лишь 7 досрочных. Но вот так вот. Это в боксе здесь бывает практически все, дорогие друзья. Не успевает филиппинский боец за Шавкатом Рахимовым. Удается пока Шавкату перебоксировать его, но не стоит увлекаться. Не стоит увлекаться, нужно смещаться. Так у внимательным, конечно. Хорошая комбинация от Шавката. Он успевает несколько ударов. И держаться и канатом. Вот опять опасный крюк от Пайпы. Возможно, вот так и нужно боксироваться, держать вот такой же стратегии, придерживаться. Бить, уходить, снова бить. Именно боксировать, а не драться. Не давать подходить к себе. Да, ну а Джимми Пайпа, он понимает, что нужно ему делать. Он идет вперед и старается мощно-мощно нанести акцентированные удары. Его задача подойти и врезать, если очень просто говорить. Да, он прячется за блок, подходит близко и тут придается бить. Ну и вот здесь как раз таки, наверное, Шавкат Рахимовым. Не надо давать возможности подходить Джимми Пайпа на свою дистанцию. На удобную свою ударную дистанцию. Может быть, где-то можно даже поклинчевать в ущерб зрелищности. Почему нет-то? Всего лишь четвертый раунд и еще очень много впереди времени. Проводит такую серию в блок Шавкат Рахимов. Хорошо бы ему было после этой серии добавлять под локти. Ну, Пайпа просто ждет своего момента. Вот такая вот опасная правая крюка от филиппинского бойца. И снова левая на шкачке. Такой крюк мощный. Опять размашистый длинный крюк. Пайпа явно настроен не на то, чтобы боксировать, а на то, чтобы нокаутировать. Я думаю, здесь все понятно. Но это боксер такого силового плана как раз-таки. Он зарядился. И нужно Шавкату пользоваться тем, что Пайпа именно заряжен на одиночный мощный удар. Максимум двух-трехударную комбинацию. Да, серьезное испытание для Шавката Рахимова, как выясняется. Это не бивать, не бивать, не давать готовить. Че ты стоишь-то? Прямо не стоишь. Готовит, готовит сейчас атаку Джимми Пайпа. Четыре раунда позади. Четыре раунда позади, но в этом раунде Шавкат пришел в себя и, в принципе, по количеству выброшенных ударов был впереди. Но по-прежнему, по-прежнему еще ничего не ясно в этом бою. Будем смотреть дальше. Тем боксы интересен. Можно пробоксировать тебе, понимаешь? Или ты не слышишь меня? Слышу. Я стараюсь. Я делаю. Больше сильно. Ты не делаешь все, я тебя прошу. Самое-то что интересно? Самое главное, что я говорил. Что бы я должен делать, был переботать. Я тебе говорю, что... Ты вообще делаешь, блядь, не то, что я тебе говорю. Ты свою делаешь. Пятый раунд у нас. Шавкат Рахимов против Джимми Пайпы. Во втором и в третьем раунде побывал Шавкат в нокдаунах. Вы слышали эмоциональную накачку в углу. Шавкат Рахимова просит Николая Попопова боксировать. Именно боксировать. Я думаю, конечно же, именно с технической оснащенности Шавкат гораздо больше умеет и большему обучен в ринге. Но у Джимми Пайпы очень неплохой блок нужно отметить. Но есть время. За то время можно снять этот блок, отвлечь внимание и не давать делать сопернику то, что у него хорошо получается. А это как раз-таки подходить на ближнюю и среднюю дистанцию и там наносить удары. И выбрасывать вот эти вот крюки опасные. Не обращает внимания на пропущенные удары Джимми Пайпа. Да, он уйдет за перепрячивать за блок. И старается максимально мощно выбросить крюк. Или слева, или справа. Именно для того, чтобы подцепиться поближе к сопернику. Там остаться на ударной дистанции и потом начать пробивать. Хорошо сейчас смещается Шавкат на ногах. Там на излете выбросил правый крюк. А вот опасный апперкот справа бросает Джимми Пайпа и добавляет левый прямой. Но очень много ударов на блок у Шавката уходит. Нужны какие-то такие жесткие удары точные Шавкату Рахимову, чтобы, так сказать, охладить пыл филиппинца. Но очень неплохо прячется за блоком Джимми Пайпа. Да, идет вперед, пока рисунок боя не меняется. Вот сейчас по корпусу, да. Хорошая атака от Шавката Рахимова. Быстрых два прямых и потом удар по туловищу. И вот такие как раз удары могут изобрать силы у Джимми Пайпа. Пробить и уйти. То, что нужно Шавкату Рахимову. Опа, опасно справа сейчас. Ушел, увидел эту атаку Шавкат Рахимов. Ушел. В таком раунде не заканчивается раунд. Раунд пять. Рахим. Рахим. Шестой раунд и бросается сразу же вперед Джимми Пайпа. И вот тактика Юсна. Подойти и врезать. Дважды ему это удавалось очень хорошо. Ну а Шавкату нужны многоударные комбинации. Нужен бокс. У Шавката очень здорово получаются многоударные комбинации. Очень здорово получается проваливать и потом контратаковать, наслаивать атаку на атаку. Вот видимо плюс. Очень хорошо он начал смещаться в предыдущем раунде на ногах. Вовремя уходить, не застаиваться здесь. Ну и дает ему поработать Джимми Пайпа. Мы видим он не пытается умотать количеством ударов. Шавката он рассчитывает. Да, он рассчитывает, что вот этими подходами он утомит Шавката. Он перекрывается за блок. Вот хорошо сейчас Шавкат пробил. И вот он удар по туловищу. Это по-моему нокаут. Очень плотно попал здесь Шавкат. Пытается подняться филиппинский боксер. Вот так вот. Потрясающая победа. Вот это драма. Очень расстроен Джимми Пайпа. Его можно прекрасно понять. Вот это да. Вот это да, дорогие друзья. В очень тяжелом нокауте Джимми Пайпа. Да, пропустил он удар по туловищу. Тяжеленный удар по туловищу. Причем даже не столько точный, не сколько жесткий, сколько точный мне показалось. Ну вот буквальное подтверждение вам того, что один удар в боксе может поменять кардинально ситуацию. Вытащил одним ударом поединок Джимми, простите, Шавкат Рахимов, конечно, Джимми Пайпа. Мы желаем этому боксеру здоровья в первую очередь. Конечно же он очень сильно сейчас расстроен, но... Бокс есть бокс. Бокс есть бокс. Сан Сауэллит. Всем, мои болельщики, большое спасибо. Я сам не ожидал такого поворота. Но я, как всегда говорю, я люблю изматывать своих соперников. Так и получилось. Это большое спасибо моему первому тренеру, Владимир Чим, и Николаю Попову. Потому что они всегда меня готовят и всегда они меня поддерживают от всей души. Всем спасибо. Азиза моя, спасибо большое. Спасибо, завтра на тренировку нахуй. Пошел. Ну вот мы видим, пришел в себя Джимми Пайпа. Поединок, ну просто мега драматичный. Проигрывал по ходу боя, наверное, все-таки Шавкат. Дважды побывал в нокдаунах, но смог восстановиться. Давайте смотреть повтор. Подсолнечное сплетение слева засадил апперкот Шавкат Рахимов. Такой отставленный эффект. Он всегда после попаданий по корпусу. Таким коротким апперкотом попал Шавкат Рахимов. Ну а вот нам показывают те нокдауны, в которых Шавкат оказывался. Наиболее яркие моменты этого поединка вашему вниманию. Музыка. 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 Ну вот мы видим эмоции, эмоции филиппинского боксера. Прекрасно его можно понять. Все, пришел в себя Джимми Пайпой. Давайте послушаем ринг-анонсера. Поздравляем Шавката Рахимова с этой очень непростой победой. Очень-очень драматичной. И, конечно же, уважение огромное его сопернику Джимми Пайпе, который доставил колоссальное количество проблем Шавкату. Но, тем не менее, Шавкат выиграл. Победа есть победа. Джимми Пайпа тоже большущий молодец. И, конечно же, чемпион хочет обратиться к своим поклонникам, модельщикам. Давайте поддержим аплодисментами его. Привет, Екатеринбург и гости города. Хочу поблагодарить всех за вашу поддержку, за то, что вы так переживали за меня. Я всю душу отдал, чтобы вас не подвести. Спасибо большое. Спасибо организаторам. Спасибо моей команде, моему тренеру. Все, кто за меня болел и будет болеть. Эту победу я посвящаю ветеранам Великой Отечественной войны. Я очень хотел это сделать. Спасибо вам за победу. Всем спасибо. Я безумно рад. Спасибо.